Доброе утро дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о семье сегодня я хотел бы затронуть очень важный кусочек семейной темы это собственно зачем это нужно нам последнее время огромное количество деятелей людей включая религиозных деятелей говорят о том что гражданский брак сожительства или жизнь вообще какими-то коммунами это достаточно приемлемо но послушайте каждый из нас стремится не просто к тому чтобы не быть одиноким стремится не просто к тому чтобы оставить после себя какое-то потомство мы созданы социальными людьми мы созданы теми кто всегда стремится к общению это произошло не путем эволюции когда-то дарвин сказал потрясающую фразу относительно глаза он сказал глаз путем эволюции это абсурд социальность стремление к общению стремление к общности жизни она тоже никаким образом не могла появиться путем эволюции это что-то что заложено в нас изначально богом как бы эволюционисты не старались объяснить социальность человека это просто невозможно не говорят что когда-то животным было проще охотиться стаями поэтому они начали коммуникацию осуществлять но послушайте как простая амеба одноклеточная какой-нибудь не понимающие не имеющие ни органов зрения не органов слуха не умеющая коммуницировать и вообще не понимающая что это такое могла эволюционировать в сложный социальный какой-то организм какое-то сообщество это просто невозможно таким образом стремление быть вместе заложено в нас богом оно не произошло путем эволюции и таким образом когда мы с вами говорим о семье мы не можем основываться ни на чем другом кроме священного писания если институт семьи был задуман и сотворен богом то у него есть все ответы он знает правила он знает как все должно быть и он тем более знает как не должно быть поэтому для нас с вами очень важно понимать что является основанием откуда от какой печки мы будем танцевать когда мы будем говорить о семье я на сто процентов уверен что институт брака был придуман и сотворен богом и поэтому единственным верным основанием для семьи является библия и и и и